Здравствуйте! На библейский портал Эксигет поступил вопрос практического характера. Как можно сегодня распознать святого человека? Но прежде всего нужно понять, а зачем нам это распознать? Не хотим ли мы, например, взять и вместо того, чтобы свободы, дарованной Господом, воспользоваться и самому ко Христу прийти, взять от нее отречь и постараться, чтобы кто-то за нас все наши проблемы решил? Или может, мы вообще не у Господа хотим приблизиться, а просто вот, ну, надоело нам лечиться, учиться, там, работать, что охота нам просто какое-то богатство, здоровье, там, получить. Вот святой человек сейчас помолится. То есть тоже вот этого надо сторониться. В принципе, на самом деле, святые люди, они вокруг нас. Если бы в Царствие Небесное попадали только те люди, которые написаны в календаре церковных праздников, то как-то было совсем печально, шансов у нас не было. Но нет, святые люди, они правда вокруг нас. Прежде всего, вокруг нас они каждый раз, когда мы приходим в храм на Божественную Литургию. Все мы слышим возглас священника перед причастием, причем, ну, буквально перед причастием, потому что причащается священник, и потом, как священник подготовит дары, причащаются и все миряне в храме, кто пришел, все верующие, обычные православные люди. Возглас святая святым. То есть все действительно святые, все святые, кто в храме пришел, и не по своим личным заслугам. А почему? Потому почему апостол Павел обращается, и правда, вот всех святых приветствует. Свят человек не за свои поступки, а свят, потому что Господь его делает таковым. И человек, для того, чтобы стать святым, он, прежде всего, должен умереть, потому что пока он все равно с делами плоти, вот как апостол Павел говорит, да, дела плоти, грехи, они все равно будут отягощать, они все равно будут мешать, они все равно, даже самому апостолу Павлу говорит, да, вот у меня есть пакостник плоти, который вот такой жалов плоти, которая мешает, мешает мне проповеди Божьей. Я молился, чтобы Господи, да, чтобы это отошло, я бы лучше стал проповедовать. Нет, пока мы на земле, все равно мы абсолютно не святы. Поэтому, с одной стороны, вокруг нас любой крещенный, просвещенный духом святым в таинстве крещения человек, он святой парадокс, а с другой стороны, вокруг нас никогда мы сегодня не встретим святого человека, потому что пока человек еще на земле ходит, то он еще не достиг святости. И более того, если мы придем даже к мощам святого человека, мы все равно святого человека полностью не встретим, потому что это лишь его бренное тело, которое Господь укрепил, дал ему возможность побеждать ление, чтобы нас укреплять в вере, но душой он со Господом пребывает в Царстве Небесном, а как мы помним, Царствие Небесное внутри нас есть, поэтому даже если мы ко всем мощам обойдем, приложимся, а внутри нас не соответствует Царству Небесному, то можно сказать и святого человека мы не видели, не постричали, даже если там многочасовую очередь к его мощам отстояли. Проще всего соединиться со святостью и встретить святого человека в самом себе, это причтиться святых христовых тайн, потому что когда мы причащаемся святых христовых тайн, как сказано в молитву, попаляется всяк злодей, всякая страсть в нашей душе, и как раз мы освящаемся, освящаемся Богом, прикоснувшись на нас, и поэтому вот прям сегодня встретил человека в себе святого, потому что дух святой, да, вот как сказано, дух святой натя и силы вышнего осенитя, говорит ангел Гавриил при святой Богородице, он показывает, что происходит с человеком, в данном случае с при святой Богородице, когда этот человек соединяется с бессмертным Богом, и это происходит с каждым из нас в благодати причастия святых христовых тайн, тела и крови Христовой, другое дело, насколько мы им соответствуем и насколько быстро мы теряем, теряем вот эту благодать. Тем не менее, некоторые подсказочки, некоторые такие знамения, некоторые, можно сказать, симптомы святости мы можем заметить и увидеть, что какой-то человек рядом с нами, в нем, ну он, конечно, еще не до конца святой, но в нем больше святости, чем в окружающих. И опять же, для самодиагностики это тоже очень-очень подойдет. Вот пишут галатам, галаты, как мы помним, это такие дикие племена, которые кельтские вторглись незадолго до Рождества Христова, за пару столетий на территории Малой Азии, расселились и жили среди более высококультурных, уже эллинизированных различных племен. И поэтому апостол Павел, когда им проповедует, даже там обращается, говорит, о, несмысленные галаты, ну вот совсем бестолково, ничего не понимаете. И апостол Павел галатам очень просто поясняет, и для нас очень тоже просто поясняет. Говорит, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Кажется, а при чем тут святость? Ну надо понимать, что какого духа? Ну духа что в смысле, там знойный ветер какой-то подул из пустыни? Нет, конечно, плод духа святого. Как понять, что вот это семя, которое посеяно спасителем, сеятелем благовестия Божия в нашей душе, что оно приносит добрый плод? Если у нас есть любовь, если у нас есть радость, если у нас мир в душе, то значит это уже некоторые зачатки святости. Это не значит, что мы уже спаслись. Нет, может это те зачатки, которые все свозьмут и погибнут, ничего не останется. И тоже мы рядом с собой, когда смотрим на человека, и нам кажется, ой, он такой святой, он подвижник, он такие там поклоны кладет, то тоже смотрим. А есть в нем любовь и радость? Ну вроде есть, значит человек более святой, надо ему подражать. Смотрим, а может все-таки вот там человек какой-то, он и радостный, и вроде так вот ко всем дружелюбно относится. А смотрим, так, а кротость-то есть, а воздержание есть, может человек этот радостный, но такой горделивый, что тоже не достает. То есть когда вот средоточение всех этих плодов духа мы видим в человеке, то значит человек более свят, по крайней мере по сравнению рядом с нами. И нам есть у него чему поучиться. Апостол памяти, Павел помните, как говорил, подобнее мне бывайте, как я Христу. Поэтому раз мы встречаемся сегодня, в этот день, где-то просто на дороге, в метро, в магазине человека, который вот проявляет любовь, радость, мир, кротость, что-то из этого, веру проявляет горячую, постараемся ей подражать. Потому что Господь нам послал хоть частично святого человека для того, чтобы мы его святости смогли тоже приобщиться и собрать маленькие пазлы своего спасения. Продолжение следует...